А если вы хотите мне сказать, что любовь жирафа и бегемотихи это неправильно, то может вы и в пару пингвина-шкипера и его куклы не верите? А? Бессердечная ты скотина. Тогда у вас нет сердца. Вообще, абсолютно. Пацаны и пацаны, совсем добро, привет. Как скончался Мадагаскар? Боже мой, это максимально драматичное название. Мультфильм, сериал Изобвини от Акро. Вышел новый видос, ребята. Освежился немножечко, конечно. Свежо. Воздух дует. Все, давай, смотрите. Реакция, естественно, ссылочка на оригинал внизу. С тебя пальчикованьском. Огромное спасибо всем, кто проставляет, естественно, огромная поддержка. Вы это знаете, вы это делаете. Спасибо вам большое. Комментарии пишите, естественно, чем больше, тем лучше. И подписывай, улички организуйте. Правильно, что? Правильно, чтобы дзинь-дзинькали. Дзинь-дзинькали, ребята, только так. Все, с бубенцами, естественно. А прежде, чем начнем, еще говорю, что у меня есть телеграм-канал. Он существует. И там происходит весь движ, на самом деле, ну, кроме Ютуба. Все, что происходит, происходит там, в том числе, всякие эфиры. Все, давай смотреть. Поехали. Смотрим. Как первый Мадагаскар сейчас воспринимается немного иначе? Я плохо помню. А мы в такое время живем, что везде все можно найти, мне кажется, в принципе. Если поискать. Скатилась ли серия Мадагаскар? И как все испортили пингвины? Путь от полнометражного мультфильма до мультсериала, где нам поясняются предысторию песни. Сегодня мы во всем этом разберемся, не отходите далеко. Но? Все еще продолжаю оказывать консультационные услуги экстрасенса в предсказании видосов. На 5 секунд вперед обращайтесь. В целом, на 5 секунд вперед все сделаю и предскажу. Мы только что проанализировали твое настроение и выявили серьезный недостаток удовольствия. Интеграция. Выписываем тебе справку на срочный просмотр сериальчика. Печать поставишь на сайте Флекс. 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 Слушайте, ну, Флекс интеграция, вот такая вот, интеграция, интеграция, все правильно, ты все правильно понял. Это интеграция, да. Интеграция. Все массово здряп. Знаете, все изменчиво. Иногда можно даже забыть, с чего все начиналось. Сейчас, услышав название студии DreamWorks, вы, скорее всего, вспомните про всяких Шреков или, упаси, господи, боссов-молокососов. Но если бы размыть... Почему, боже упаси, почему все, кто говорят про... Я не смотрел боссов-молокососа, но где не слышу, все его чуть-то абсолютно обстарают. Причем, вроде, оценки у него нормальные. Типа, он плохой, хороший, что? Надо посмотреть, что ли, я не знаю. Уже понять, наконец. С чего начинала студия? Принц Египта. Спирит. Царь сновидений. Вообще-то... Класс. Ни один из них не видел. Я, знаете, вот чем больше смотрю Акро, чем больше смотрю вот это всякие с тобой видосы по мультикам, я понимаю, что я так мало их видел, именно вот полнометражные, ладно, еще сериальные, тоже. Но это так... Мне казалось всегда, что я видел их дохуя. А я их видел, походу, вообще нехуя. Вот так вот. Первый раз слышу о последней штуке, если честно. Но наверняка все это более глубокие и серьезные произведения, чем то, на чем DreamWorks сделал себе имя. Так уж получилось, что судьбу студии определил мультфильм Шрек. Он показал, что пародийное осмеивание устоявшихся штампов это то, что не нужно современному зрителю. Ну а спустя 4 года после приключений Зеленого Огра, на свет появился Мадагаскар. Наверное, квинтэссенция легкого зрелища, которое не ставит задачи напрячь своего зрителя. Я не раз слышал мнение, что Мадагаскар, в отличие от всяких унылых анимационных альтернатив, даже не пытается в пресловутую навязанную марать для зрителя. И представляет собой чистое, незамутненное развлекалово, на котором вообще нет смысла включать мозг. Честно сказать, я не могу с этим согласиться. Вообще Мадагаскар... Глубокое произведение все-таки, да, Акар? Скар довольно любопытен в аспекте задачи пересмотреть его уже будучи взрослым и внезапно открыть для себя... Вот это прикольно, да. Я вот не пересматривал, будучи взрослым. Хотя что, что взрослым? Несколько, 15? Ну, в принципе, взрослый, да? Я не пересматривал мультик, но это вот прикол такой, что действительно... Вот, знаете, есть такая фраза... Ой, сейчас бы стереть память и как бы не видеть, допустим, какое-нибудь произведение, там, фильм или еще не сериал, и посмотреть его еще раз. Прикол в том, что когда много лет проходит, в принципе, это и происходит. Любые сериалы, фильмы, если ты их видел давно, ну, я не знаю, там, лет 5, может, 6 назад, но если больше, то это вообще суперэффект. И потом пересматриваешь повторно, это, ну, ты вообще как будто в первый раз и смотришь. По сути, это так и работает. А уж если ты в детстве это видел, а потом пересмотришь во взрослом возрасте, ну, считай, в первый раз и смотришь. У тебя что-то новое. И я говорю не только о некоторых шутках, мерзость, которые... И не потому, что ты какие-то моменты поймешь по-другому, в том числе, конечно, это. А потому, что ты просто ни хрена не помнишь. Просто не помнишь. Ты просто смотришь такой, о, а там такое было. Мы вот недавно в эфире, в эфире пересматривали Человека-паука 94-го года. Того самого, кстати, легендарного, который, да? Эфиры в Телеграме, ссылочка внизу. Вот, так вот. Я, блин, там оказалось, что один персонаж, у него Ориджин, о котором я даже не догадывался и не помнил, что там так было. Жесть какая-то. Я раньше не понимал. Я, если что, про Скорпиона, про персонажа Марвела Скорпион. Он, оказывается, звали его Прыщиком, ребята. Вы знали, что Скорпион, на самом деле, до того, как стать Скорпионом, был Прыщиком? Прыщиком, блядь. Снег подарил самое дорогое. Знаешь, ведь это мой первый ректальный термометр. Вот, к примеру, сцена, где Лев Алекс ловит мясной трип. Кайфовая сцена. Кайфовая сцена. А сейчас я вижу, что это визуальная отсылка к замечательному фильму «Красота по-американски», в котором герой актера Кевина Спейси, вот в таком вот виде, в своих радужных фантазиях, преобразился. «Видел подругу собственной дочери». Вот такие референсы могут быть в, казалось бы, безопасном детском мультфильме. Но, честно говоря, мой нынешний взгляд на некоторых героев здесь даже загнал меня в небольшую рефлексию. Ведь я к своему ужасу осознал, что если в детстве... Кваська хочешь? Нет? Подожди. Приятный аппетит, кстати. Смотрим. Я скорее ассоциировал себя с зеброй Марти, персонаж, который весь из себя такой веселый и энергичный, стремящийся к авантюрам. То сейчас я должен признать, что я скорее Мелман. То есть откровенно параноидальный невротик, который может резко загнаться из-за каких-то внешних факторов, и жрущий кучу таблеток, которые явно ему и не особо нужны в половине случая. Ну, в какой-то степени, мне кажется, каждый может увидеть себя в этом журафике. Но он не в состоянии делать ничего другого, ведь кукуха не особо дружит со здравым смыслом. Вы сейчас думаете, что я просто гипертрофирую для юмористического эффекта? Нет. Ну, думайте. Некоторые реплики сейчас реально привлекают к себе больше внимания, чем раньше. Я загадал податься на Валю! На Валю? На Валю! Свежий воздух и дикая природа! Я слышала, что дикая природа есть на Брайтон-Бич. На Брайтон-Бич? Брайтон-Бич, если кто не в курсе, это район в Америке, где выживают всякие мигранты из СССР. Ну да. Его часто называют русским районом. Я уже подумал, что, возможно, в Мадагаскаре затесались какие-то нациалистические выпады. Но вскоре я разобрался, что о Брайтон-Бич речь идет только в русском дубляже. Не знаю, откуда взялось такое решение, но вот такая вот забавность. Классно, классно. Снова великолепная работа лооооооо... Кал и заторов. Хе-хе-хе. Кстати, про русский дубляж. Если в голливудских мультиках часто практиковалось привлечение больших звезд к озвучке, то в русском дубляже такое прослеживается редко. Слава тебе, Господи Иисусе. Я так скажу. Огромное спасибо, что редко. Потому что когда это происходит редко, но, сука, метко в плохом ключе, Ты рад этому, что редко. К примеру, в оригинале Шрека озвучивал Майк Майерс, а главного героя подводной братвы Уилл Смит. Это актеры, понимаете? У нас, даже если привлекают, это обычно привлекает не актеров. То есть у нас есть актеры-озвучки, это как профессия. Все-таки у нас это конкретная профессия, серьезная, которая уже много лет. И на Западе это все-таки, наверное, не такая история. Поэтому там можно обычного актера привлечь, и он озвучит. У нас это есть актеры-озвучки, у которых профессия конкретная. Есть обычные актеры, которых привлекают тоже иногда. И в принципе, вроде неплохо получается, да? Ну, в зависимости. Но в целом неплохо, потому что они тоже как бы актеры. Хотя актеры-озвучки это все-таки немного другое, но тем не менее, они нормально отыгрывают. Но чаще всего вот это вот редко, но метко, когда у нас приглашают, это не актеров приглашают, а певцов, музыкантов каких-то. Просто людей, которые непонятно чем занимаются. Короче, просто вот получается в итоге дичь. Видите, у них актеры все-таки озвучивают. Когда это делает актер, тут как бы шанс того, что получится нормально, намного выше, чем когда делает певец. А вот на русском за этих персонажей говорили обычные актеры дубляжа, которые можно было услышать в куче других фильмов. Да и отлично. И не то, чтобы этот подход без звезд плох. Он прекрасен в нашем случае. К примеру, я был бы очень рад, если бы Спайдер Гвен в мультфильме Человек-паук через вселенные озвучивала бы нормальная актриса дубляжа, а не вот эта вот женщина из Блэк Стара, чётко... О чём и речь? Творчество, возможно, прекрасное, без понятия, если честно. Но озвучка это точно не её. Стремно, когда на роль просто берут звезд, думая только о громком имени на афише. Пять секунд предсказываю видосы. Я ещё раз повторяю, ещё раз повторяю. Пожалуйста, записывайтесь на сеансы. И не забудьте перенести свой видос. Можно на флешке, на диске, на дискете, как удобно. ...ли они вообще герою. Но, к счастью, в русском дубляже Мадагаскара привлечение таких звезд, как Константин Хабенский, Александр Цикало, Оскар Кучера и Маша Малиновская... Это был дремучий 2005-й. Люди тогда реально знали, кто такая Маша Малиновская. Было отличным решением, и никто тут не скалтурил ни в одной реплике. И я всё-таки хотел бы сказать о мыслях мультика. Но кроме морали о том, что жрать друзей – это плохо, а вот хавать рыбу – нормальная тема. Давайте проанализируем. Марти здесь – это личность, что пытается выбраться из жирающей его бытовухи. И это, казалось бы, его личный выбор, на который он имеет право. Но звери такое решение совсем не приемлят. Надо остановить его, пока он не совершил величайшую ошибку в жизни. Не кусай руку с едой. Это уж точно. Особенно в этом плане выделяется Алекс, который не понимает, что его зона комфорта и его успешная жизнь вовсе не распространяется на всех остальных жителей зоопарка. И довольно иронично, что когда трио животных отправляется спасать Марти, Нормальная поездочка такая в метро, да? Зашел просто в вагон ночью. Там жираф, бегемотик и лев. Понял. Обратно. Об этом, если что, не просил. Они своими действиями делают только хуже. Да, может я копаюсь тут больше, чем стоит, но по сути это не важно. Мадагаскар здорово развлекает на самых разных уровнях. Некоторые обвиняют мульт в излишней дерганности и гиперактивности, но как по мне… Это что за обвинение такое? В излишком дерганной и гиперактивной. Это мультик? В этом свойстве Мадагаскар очень органичен. И лично я вижу в его бодрости искреннюю энергетику, а не припадок, как в каком-нибудь Аленушке и Ереме, где постоянно что-то падает и дрыгается, но за этим сценаристы просто пытаются скрыть отсутствие полноценной истории. Да, там вызывает кринж. Здесь не вызывает кринж. Вот в чем разница. Смог ли сиквел удержать планку? То, что мне бросается в глаза касательно Мадагаскара 2, так это то, что он больше походит на классический образец мультфильма. Первая часть казалась мне гораздо более нестандартной, хаотичной, выделяющейся. Ну а во втором… Ну может быть она в том числе из-за того, что было первый такой эффект. Второй части – это сюжетная структура с отцом-королем львов, его сыном-наследником, злым львом Макунгой, который через определенные манипуляции… Да, я словил здесь параллель с королем львом Диснея. И нет, не подумайте. Я не хочу сказать, что после диснеевской классики нельзя делать мультфильмы про львов. Запрещено. Но вспоминая такого классного злодея, как Шрам, невзрачность злодея Макунги еще сильнее бросается… Ну это такая уже зумерская версия злодея. Но будем честны, история в основном крутится вокруг другого конфликта. Отец Алекса не может принять то, что его сын реализовал себя как танцор. Марти, может быть папа поверит, что я все-таки настоящий лев? Знаю, в это трудно поверить. Но оказывается, львы не танцуют. Чего? Кого? Блин, забавное утверждение, ведь буквально через две минуты нам показывают, что нет. О, вот эта сцена, кстати, похожа на ту самую из Крыля Льва, где они в конце сражались со Шрамом, помните? Там тоже тень, вот это все, огни. Львы вполне себе танцуют. Прям почти… Мне кажется, это та же локация, нет? Туда же пришли, там же танцуют. Ну ладно, я не королевский лев, могу что-то не понимать. Еще одним элементом, который понравился далеко не всем зрителям, является внезапная любовная линия Мэлмана и Глории. Очень внезапная, кстати. Пограй, Глория! Я любил тебя всегда! Еще раз повторим. Но у меня с ней нет проблем. Как по мне, Мэлман в первой части был довольно плоским персонажем, который, прямо скажем, не особо уходил дальше характеристики помешанного на своем здоровье зверя. Здесь же нам показывают, что он испытывает высокие чувства. А Глория понимает, что лучше обращать внимание на жирафа, что ценит ее личные качества, чем на альфачного бегемота, которому нравится только ее внешняя оболочка. И это, прямо скажем, развивает тех двух героев, которые в первом Мадагаскаре терялись на фоне Алекса и Марти, что забирали все внимание себе. А если вы хотите мне сказать, что любовь жирафа и бегемотихи это неправильно, то может вы и в пару пингвина-шкипера и его куклы не верите? Мадагаскар 2 хороший мультфильм, который учит нас тому, что на первый взгляд чьи-то недостатки могут обернуться достоинствами. Параноидальный Мелман благодаря одержимости здоровьем реализовывает себя как врач. Дурные, по мнению отца Алекса, выступления сына, в результате спасают жизни им обоим. И все это здорово. Но какой-то изюминки, что была у первой части, я здесь не чувствую. Будто все сделали верно по сценарному учебнику. Но при этом не хватило на какую-то новаторскую искру, что была у первого мульта. Ну это сложно, это даже, наверное, по большей части невозможно каждый раз что-то новаторское делать. Всегда первая часть она выделяется, как ни крути. В наших кругах за это посылают нахуй. А как с этим обстоят дела в третьем мульте? Я скептично относился к Мадагаскару 3, ведь я не смотрел его ранее. Здесь у меня не могло быть какого-то ностальгического эффекта. И честно говоря, я никогда не слышал ничего особо хорошего о третьей части. Я ее вообще не видел. Но первые 20 минут меня просто очаровали. На меня просто безумным потоком сбросили набор шуток и экшена почти без передышки. Вот эта погоня роскошна. Обычно... Выглядит странно. Как будто бы с технической составляющей она стала немножечко-чуть проще. Внешне как будто бы стало немножко по-другому. Я понять не могу почему. Хотя животные такие же. Вот именно люди по-другому выглядят. Ну видимо люди в принципе по-другому выглядят. В первой части не помню там люди были, не были. Ис на секунду думает, что король Джулиан умер и на его мордочке появляется легкая улыбка. Ха-ха-ха. Что? Улыбка. Улыбка, которая стремительно сменяется на разочарование. Крайне потешная. И новый антагонист капитан Шантель Дебуа реально внушает. Она будто представляет из себя природную стихию, которая не остановится ни перед чем. Эдакий местный терм... Что-то она выглядит, как вот помнишь, он вставил этот самый из русского какого-то мультика, из российского мультика. Как будто вот оттуда это выдернутый персонаж. Потому что она как-то дорисована так. Не знаю, не сочетается со всем остальным. Терминатор, идущий к своей цели. Нет, кроме шуток, она больше выглядит, как грозный Терминатор, чем реальный Терминатор в последнем фильме этой серии. Задумайтесь. В этом темпе ты даже не обращаешь внимания на то, что завязка мульта довольно странная. Алекс внезапно соскучился по пингвинам, хотя у них за два мульта было минимальное количество общего времени. Возможно, скорее всего, дело в том, что пингвины в теории могут... Они были просто ярче всех. ...отвернуть Алекса в Нью-Йорк, но это вначале не совсем четко разъясняют. Ой, да ладно, пофиг, весело же. Нарва! Ну, а потом 20 минут заканчиваются, и начинается основной сюжет. Герои присоединяются к цирку, и не то чтобы мульт становится плохим. Печальная история Тигра Виталия вообще берет за... Виталий? ...на душу. Просто плотность шуток и динамизма явно сокращается. А финальный экшен выглядит бледно на фоне начального экшена, что, как по мне, какой-то крайне несбалансированный результат. Но напрягает меня другое. Линия короля Джулиана и цирковой медведицы, в которую он втюрился. Это вполне могла быть умеренно забавная шутка на несколько... Ну, это что-то похожее уже на жирафа и бегемотиху. ...несколько секунд. Но ей зачем-то уделяют много внимания, хотя я не особо понимаю, что мне такого смешного, по мнению сценаристов. Потому что это межвидовая любовь. Но мы уже видели Глорию и Мелона. Нас этим не впечатлить, потому что эта парочка странная. Да блин, мы уже видели шкипера и куклу. Так, 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 давайте шкипера не трогать, ладно? Что, ну и подумаешь? Это смешно, потому что медведица не говорит членораздельно, а просто произносит рычащие звуки, как бы это и делал настоящий медведь. Наверное, кстати, да. Ну, если так подумать, это вообще-то стрёмно. Все животные в мире... А может, это и нравится как раз ему в ней. На Каскара говорят, а если эта медведица спас... Она просто не говорит. Вот, меньше, чем меньше говоришь, тем больше нравишься ему. Особенно только на какие-то звуки, и вообще нам показывают, что она не понимает, что там вообще говорит Джулиан. Можно предположить, что она, ну, типа, умственно... Оооо. И больной извещенец Джулиан этим пользуется. Пересмотрите мультик, держа это у себя в голове. Нет, не хочу. Что мне нравится в третьем Мадагаскаре, так то, что персонажи здесь выкупают сыр к себе. До этого им приходилось слишком часто страдать от некого давления над ними. То люди их ловят, то они попадают в другие страны, где они ничего не знают, и где есть местные короли над ними. Теперь же героям пришлось взять все в свои руки, и в этом есть какой-то элемент взросления. Мало какой серии удается такое, но к третьей части Мадагаскар не скатился. А это стоит многого. Ну, прикольно. К сожалению, не могу сказать то же самое про следующий мультфильм. Еще один есть, что ли? Пингвины Мадагаскара. Казалось бы, идеальная идея. Кто не любит пингвинов из Мадагаскара? Я вот просто обож... Все плохо получилось, да? ...пожаю. И тут внезапно выяснилось, что они не могут тянуть на себе весь мультфильм. Ну, по крайней мере, в этот раз, как по мне, не получилось. Давайте будем честны, пингвины визуально не сильно отличаются. Вот многие из вас вообще могут назвать по именам кого-то кроме Шкипера и Ковальский. Да я и Шкипер-то, если честно, не помню. А вот Ковальский вроде такой. Отряд пингвинов всегда скорее воспринимался как, ну, вот у них есть главные и вот эти ребята. И по идее, полнометражка должна была, наконец, это исправить. Ну, они очень миленькие. Они очень миленькие. Скрыть каждого индивидуально, ведь иначе какой вообще во всем этом смысл? Ну, нифига. Тут опять акцент на Шкипере и Ковальский. Развитие персонажей? Окей, но может нам дадут новых персонажей, которые смогут восполнить отсутствие классической четверки. Но тут есть вот эти ребята, которые, типа, составляют конкуренцию пингвинам и работают, да, по схеме у нас есть лидер и статисты. Ко всему прочему, главный злодей абсолютно уныл. Но, эй, в первом Мадагаскаре, считай, не было какого-то основного глобального злодея. Не было, да. Ну и пофиг, все вытягивали на себе шутки. А тут... Там ситуация была злодеем, наверное, как-то так. Граня кислорода низкая, предлагаю дышать по очереди. Ох, прапор! И не то, чтобы в Мадагаскаре не было мерзких и не особо удачных шуток. Просто они выветривались из памяти на фоне многочисленных удачных образцов. С креативом в пингвинах тоже особо не сложилось. Вот есть сцена, где героев отправляют в коробки на остров Мадагаскар. Казалось бы, отличный референс к былому. Вот только он не особо удачно смотрится, когда в третьей части Мадагаскара в финале уже отправляли злодейку в коробке на Мадагаскар. И это выглядело как отличный способ закольцевать историю. После этого данный момент в пингвинах выглядит не столько изящной отсылкой, сколько посылом. А вы помните первую часть? Помните, помните? Помните, было такое. Она же вам нравилась? Вот и пингвины Мадагаскара вам должны понравиться. Ну не знаю, я бы все равно посмотрел. Оценил бы сам все-таки, как всегда. Вот только так не получается. По-моему, разумнее посмотреть какую-нибудь серию мультсериала про пингвинов. И мультсериал есть? А что еще есть? А что еще? Она и идет, короче. И у сериала есть неплохие образцы. Но кто откажется от такого? Я не буду комментировать. Не надо. Вот эту сцену. К примеру, серия, где пингвины научились манипулировать временем. И в результате из-за вмешательства Джулиана они реально застревают в моменте. И, похоже, для Мадагаскара время тоже остановилось. Несмотря на слухи про четвертую часть, судя по всему, вялые кассовые сборы пингвинов похоронили все эти планы. Блин, жалко. Да и кто знает, возможно, это и к лучшему. Серия фильмов закончилась на достойной ноте. В результате вселенная Мадагаскара нашла свое место в формате мультсериалов. После пингвинов на свет появился, да здравствует, король Джулиан, который прожил аж пять сезонов. Это предыстория. И в первом эпизоде нам показывают, как Джулиан стал королем. Конечно же он бился за власть в кровавой эпичной битве. Случайно получилось, да? Ну нет, власть передал ему батя, который хотел свалить куда подальше. Зрелище это довольно любопытное. В первой сезоне... Не знаю, вот король Джулиан как раз лично мне, я бы сказал, был, наверное, наименее интересен из всех персонажей. В серии есть крайне специфическая сцена, где маленький лемур Морд виляет задом, пока фосы пускают на него слюни. Смотрится это очень неправильно. Не волнуйтесь, он не только экземпляционист, но и футфитшист. Морд, ты что ты делаешь? Спасибо, ножки! Я буду любить вас всю свою жизнь! И буду обнимать вас крепко приправе! В серии нам даже рассказывают, как Джулиан впервые услышал песню I like... Как много странного в этом мультике. ...кто мувит, мувит. И оказывается, это не какой-то случайный трек, а композиция, которая многое для него значит, ведь под нее она держала свою первую значимую победу. Ну, это прикольно, это прикольно. И да, теперь мы живем в таком мире, где даже просто веселая песня, исполненная мультяшным лемуром, нуждается в предыстории. Конечно, в серьезный, в драматичный причем. Я уже устал чему-то удивляться. Ну, а с вами был Акар. Пишите в комментариях, какая часть Мадагаскара нравится вам больше всего. Ой, ну я, наверное, мне кажется, все напишут первое, естественно, потому что оно всегда выделялось, но в любом случае, ребята, вот такой вот видос, интересно было немножечко погрузиться в ностальгию чуть-чуть. Ссылочка, как, собственно, и говорил всегда, как всегда и говорю, естественно, внизу на оригинал. Степальчик, спасибо огромное, всем кто проставляет, не забывает, большущая поддержка в продвижении канала в целом, ролик в частности. В общем, огромное спасибо всем кто проставляет. И комментарий здесь напишите, ребята, чем больше, тем лучше. Подписулечки организуйте с бубенцами. И телеграм-канал есть, существует. Ссылочка на него также внизу. Там происходит, как я и сказал, весь движ вне Ютуба. Всякие эфиры и прочее, прочее. В общем, ну и как дополнительный способ связи, в конце концов, буду рад тебя там видеть. Все, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа! Ба!